Всем привет! Я сейчас дома одна, Паша уехал по делам, и только что кто-то позвонил в звонок, и я почему-то очень сильно испугалась, я почему-то всегда пугаюсь, хотя никто, кроме почтальона, не может к нам прийти, и, наверное, нам пришла какая-то посылочка, сейчас посмотрим. Так, в глазке никого нет, так что это точно посылка. Да, посылочка! Блин, какая она помятая. Заходи домой. Я уже посмотрела, от кого эта посылка, эта посылка из Германии, от Вики. Вика, большое спасибо тебе, мы ее очень долго ждали, и мне не терпится, если честно, ее открыть, я сейчас ее открою, потому что, может быть, там что-то лежит, что нужно убрать скорее в холодильник. Надеюсь, Паша не обидит, что я без него ее открыла. Ну, а всякие сладости, все это мы будем уже пробовать в отдельном видео. Сам свитц, это гифт! Еее! Так. Видите, она уже покоцанная. Надеюсь, там целое все будет. В пакетике лежит, это хорошо. Кошмар, коробка, не ахти. В общем. Прикольно! Все там запаковано так хорошо, вообще супер. Так, ноги, помогайте мне. Как тяжело, от на рукой-то. Так. Так, так, так. Мне вообще не терпится. Все это уже открыть и съесть. Смотрите, как классно Вика все запаковала. Вообще супер! Вика, большое спасибо! Кстати, у нее есть канал на ютубе. Называется, если я не ошибаюсь, Вика Груберс Фэмили. Вот. И мы... Я сейчас все буду доставать. Смотреть, что тут за вкусняшечки. И главное, это письмецо. Письмецо. Это я все потом прочитаю. Тут все написано. Это супер. Это супер все, что... Когда все пишут, здесь 16 ингредиентов. Ритекспорт! Конечно же! Боже мой! Сколько же тут вкусняшек! Это, наверное, марципан. В общем, я чувствую, тут одни шоколадки. Чувствую, надо будет потом усиленно худеть после этой посылки. Ух ты! Это что такое? Вафельки. Дальше. Тофи. Круто! О, печенье. Вот это прикольное печенье. Я у кого-то видела, что пробовали это печенье. Это что такое? Какая интересная упаковка. Это, наверное, вафли. Какие-то мишки смешанные. Конфетки. Что там еще? Это тоже конфетки. Так и хочу очень попробовать. И что там осталось еще внизу? Ну, конечно же, хариба! Голубой. Ого! Какое-то специальное диши. Еще там что-то, еще там что-то. Полезный пакет. Все, последнее. Еще конфетки. Ох! Вика, большая спасибо тебе за все эти княшки! Мне уже так натерпится. Все это попробовать вообще! У нас тут, кстати, еще одна посылочка лежит. Вот она. Но она к нам пришла не вся. Почему-то по частям. И мы ждем поэтому вторую часть, чтобы снять полностью распаковку посылки. Так что ждите такое видео тоже. Ух, заинтриговала я вас сразу в одно видео. Два видео ждите! Вот, а я пошла готовить крабовый салатик. А у меня здесь яички сварены. И я жду, когда у меня здесь разморозятся крабовые палочки. Я уже начала делать крабовый салат. Часть я сделаю в контейнер, чтобы покушать завтра. Часть делаю сюда, на обед. И хочу рассказать, как этот салат делаю именно я, потому что я знаю, что многие из вас делают его совершенно по-другому. Конечно, главные ингредиенты это крабовое мясо, либо крабовые палочки и кукурузы. Еще я иногда добавляю яйцо туда, но не всегда. И всегда я режу огурец. Хотя иногда его могу заменить на капусту. Вот. Продолжаю делать салат. Ну и, конечно же, майонез. Что-то Пашки давно нет. Наверное, пойду я схожу в спортзал. Потому что я уже кучу дел переделала дома. И не знаю, чем заняться. А спортзал это хорошо. Думаете, Пашки нет? Вон он! Ребята, всем привет! Он уже вернулся домой. И мы покушали, но мы уже прошло чуть-чуть время. Мы захотели какую-нибудь вкусняшку. Надеюсь, а то тебе холодно. Да, и детчиком вообще похолодало. Он ходил за кофтой мне. Чтобы Катя не замерзла. Он такой на спортике весь, а я красивая. Где ты? Я даже на спортике самый красивый. Да, ну мы сначала заели в магазин. В Трейдер Джо. Мы, кстати, еще не заезжали с вами в такой магазин. Или в Whole Foods. Я не знаю. Ну, где мы вкусняшку сможем купить? Или мы опять за милкшейками поедем? О, милкшейки решают. Я даже вот на что-то больше склонен. Да, да, да. Я уже что-то стояла такая думаю, блин, что я хочу, что я хочу. Ну, кстати, вот в Трейдер Джо, мне кажется, нет сильно вкусняшек. Да, да. И тебе надо туда будет без меня как-то идти и показать нашим ребятам. Он не любит этот магазин почему-то. Этот магазин, но он, кстати, популярный очень. Это типа Whole Foods. Ну, да, он здесь популярен. В общем, мы решили сначала заехать в Whole Foods. Сейчас на улице просто такая тишина, никого нет. Хотя не поздно, сколько-то совсем вечером. Выбираем фруктики. Вот это манго. Не знаю, взять, не взять. Обычно оно стоит 1,25, а сегодня оно, если берешь 5 штук, то 5 долларов. А еще смотрите, какая огромная клубника просто вообще. Вот такая огромная пачка. Стоит 2 пачки 10 долларов. Что ты берешь? Я беру седу. Она очень классная. Я думаю, седу взять. Да, посмотрим. Здесь еще с перчиком. Ты так не показываешь, как будто типа... О, да, бери с перцем. Я же ее все равно не ем. В смысле ешь? Я ешь салатом. А, ем? Да. Ты мне подмешиваешь фету в салаты? Да. Ты жулик. Смотри, какая маленькая картошечка. Она такая маленькая. Что с ней делать? Я ему, наверное, прям с кожурой надо. Конечно, конечно. Учистить так сразу. Взять банан. Взять. Взять. Возьми. Ну, они стоят как везде 1 доллар за... За что? За балл? 1 доллар за 450 грамм. Слежка за Катей продолжается. Что ты все время смотришь, где я? Ну, у меня нужна кокзинка. Я хожу от тебя, типа, знаешь, ниндзя. Ниндзя? Да. Тут столько вкусных всяких печенек. Паша говорит, что они вредные. Что? Паша сказал, давай возьмем печенек, чтобы с милкшейками есть. А ты ходишь и не можешь выбрать. Смотри, как в Амстердаме. А. Ты говноходишь и не можешь выбрать, а Паша виноват в этом. Я... Ну, да, я не знаю, какой выбрать. Потому что тут их очень много. Как бы, ну, вы видите, тут их очень много. Там всякие еще конфетки. Еще вон там всякие штучки. Но вообще, конечно, меня больше тянет вот там вот. Не видно. А если пчелками не поесть? В общем, мы не устояли. И сейчас возьмем пироженку. Посмотрите, какие они здесь все красивые. Макароны здесь, кстати, невкусные. Хотя выглядят вообще супер. Мы все купили вкусняшку. И милкшеки ждут нас. Вот где все люди. А не в очереди за покушать. Как бы, в тот раз мы были вот за столбом. В этот раз очередь вот так вот. Обалдеть. Ну, мы, наверное, возьмем один милкшек. И мы сейчас за ним... Возьмем ванильный. Мы в прошлый раз говорили, 4 часа ждать ради молочных коктейлей. И сейчас сами столько простоим тут. Да ты что? Нет. Мне кажется, минут 10. Это же фастфуд. Все тут очень быстро. Мне еще очень нравится, как они одеты. Такие смешные. Смотрите, куда мы опять приехали. Уточки, привет. Утки. О, как хорошо у вас машина подсветила. Привет, привет. Скучали? Пойдем сейчас на лавочку. Ку-ку-ку-ку-ку. Такая вкусняшка просто. Я недавно, мне два назад, пробовала ванильный пропичина в Старбаксе. И просто это вообще не сравнится вот с этой вкусняшкой. Вообще не сравнится. Это что-то вообще. Вообще. Там же челюсти и фонтанчики. А не хочешь попробовать эклер? Хочу. Он такой большой. А мы надо их. Что это, Комар? Прикинь, Комары начали летать. Нифига, не очень. Как ты думаешь, что там внутри? Ну, белое. И что там там внутри? Не пойму. Что-то желтое. Вкусно? Вкусно. Прямо начинки очень много. Там такой мягкий. Ребят, мы сейчас вышли в Перископчик. Как ты смотрел. Придем, привет. Это записывалось. Блин. Блин. Я вспомнила в том, что я твой спасала. А твой не спасала? Нет. Ребят, ну как мы и предсказывали, сзади пошли распрыскиватели с водой. Это просто ужас какой-то. Намочили нам все телефоны и фотоаппарат. И... Катя испугалась, чуть ли там на пол не упала и начала брыкаться. А, помогите, спасите, я мокрая. Так я мокрая. А еще мы вышли в Перископ. И у Кати на телефоне села батарейка. Поэтому все, кто с нами был на трансляции, всем вам передаем огромный привет. Да. Всем спасибо, что нас смотрели. Да. Все, мы поехали домой, потому что мы замерзли, и я еще и мокрая. Ребят, мы уже вернулись домой. Сейчас посмотрим буквально одну серию, чтобы хорошо сползлось. Вот мы реально не можем заснуть и не посмотреть какой сериал. Вообще нет. Никак. Сейчас посмотрим полчаса сериальчик. Сорвых минут. Тихо, не говори об этом. И будем спать. Пусть думают, что мы 30-минутный смотрим сериал. Ладно, ребят, всем до завтра. Все, всем пока-пока. Пока-пока, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok